И всем привет ребят, с вами Старвайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы начинаем обзор вооружений, которые поменялись в балансе с предыдущим списком обновлений. Сегодня вместе с вами мы начнем со смоки. Это та пушку, которую вы хотели увидеть в ближайшее время на обзор. С ней не сказать, что много чего поменялось, но это изменение может быть очень и очень чувствительным. Потому что у нас поменялась скорость снарядов, она стала на 100 метров в секунду быстрее. Извиняюсь, а это главная проблема, которая была связана с пушкой смоки. То, что там очень часто не проходил урон из-за того, что скорость снаряда была не супер большая. И ваш выстрел пролетал либо над танком, либо под танком, и он не наносил урон. Посмотрим, сработало ли в плюс данное изменение. Если да, то это будет очень и очень круто. Если вы ждали подобного рода видеоролик и вообще ждали обзоры по списку обновлений, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами сегодня сыграем на дефолтной викинга смоке. Как вы знаете, все ховертанки у нас уже занерфили в нашей игре. Ну и по устройству я, наверное, сегодня возьму не какие-то там штурмовые снаряды, которые так в порядке по скорости снаряда летели и очень вкусно работали. А возьму смоку с пульсаром, которая, ну по сути является, наверное, сильной смокой и актуальной смокой в нашей игре. Но в последнее время на ней особо сильно никто не играет. Ну и смоку мы возьмем тоже экстичную, благо она у меня и до этого была. Плюс эта смока сейчас у нас можно получить с челленджа. Ну и по дрону мы возьмем гипериона. Гиперион, я думаю, что в этом плане это лучший дрон, который может быть под такую комбинацию. Ну и запикаемся. Ну давайте, наверное, в специальный режим. То есть в дефолтный специальный режимчик, который сейчас у нас имеется с гранатами. Как я уже говорил, этот спецрежим мне очень сильно нравится. И один из немногих режимов, в который реально кайфово можно поиграть, да. То есть гранатки, плюс там карты довольно неплохие. И золотые ящики у нас с повышенным шансом выпадения. Соответственно мы под овердрайвом с викинга смокой сможем там тоже неплохо накидывать. Жалко, конечно, что у меня никакого драйвера нету. Здесь на викинга, если бы был еще сверху драйвер, то было бы вообще шикарно. Ну и меня закидывает на Александровск. Резистов от смоки, как правило, в матчмейкинге никто особо сильно не использует. Хотя вот в рамках, например, этого боя целых два реза есть. Что, ну, наверное, даже считается большим количеством. Ну и посмотрим, насколько вообще будет часто критовать смока. Первый крит сразу влетает с первого же выстрела. С первого же выстрела у меня критует моя замечательная смокушечка. И с критом я уношу противника. Так, гранаты мы тоже можем накидывать. Ух ты, ничего себе, что каждый первый выстрел у меня, что ли, будет вылетать крит? Ну, это было бы очень неплохо, если бы я каждый раз критовал бы со своей смоки. Если честно, даже вот эта вот сотка чувствуется. Чувствуется, что выстрелы реально прилетают очень и очень легко. Но надо посмотреть на дистанции. Да, то есть, что у нас с дистанцией. Если... Оооо! Ооо! А это чё? Ооо! А это самая вкусная смока, которая может быть, что ли? Серьёзно? Теперь каждый выстрел будет регать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А это очень комфортная смока, по ощущениям. И всего лишь всё, что нужно было этой смоке, это 100 дополнительных метров? Реально? И теперь я даже с большого расстояния буду сразу наносить урон по противнику? Реально? Давайте проверим. Мне надо супер большая дистанция. Так, ну я тут промазал. Со второго выстрела попал. Реально! Реально каждый выстрел! Реально каждый выстрел регает! Даже с такой нереально большой дистанцией ещё и пульсаров сколько залетает. Блин, это очень сильно. Это реально очень сильно. Вот такая смока уже является реально конкурентоспособной пушкой. И пушкой, с которой комфортно можно играть. Вы знаете, как я отношусь вообще к пушке смока. Если вдруг кто не знает, то когда-то я даже в рамках турниров играл на этой пушке. Да, и в лайт формате играл на смоке. И в целом, мне всегда было интересно. Она, когда она находилась в нормальной мете. Да, и то, что опачки, падает конфетка. Падает конфеточка вкусненькая. Так, ну тут хоппер вылетает. И забирает её очень просто. Но вот единственное, наверное, только то, что урон-то залетает. Да, типа на дистанции неплохой. Но нам надо пожить. Нам надо пожить. Потому что если я вот так буду умирать очень быстро, то реализации с моей смокой будет крайне-крайне мало. Да, вот по крайней мере пока, по началу этого боя, всё, что я вижу, это пока что слабовато. Но урон залетает хороший. Урон залетает хороший. Нам главное просто позиционно как-то пожить. И постараться понакидывать как можно больше домашки. Я думаю, что мы сразу сможем по очкам очень неплохо вылететь вперёд. То есть нам надо немножко покемпить. Немножко покемпить. То есть давайте постараемся какую-нибудь такую кемперскую позицию занять. Пульсаров очень много залетает со смоки, если честно. Очень прям много. Я даже немножечко в шоке от того, сколько пульсаров у нас летит. Так, ну и у нас здесь падает гол. Конфетка, ещё одна конфетка. Боже, эти конфетки залетают просто одна за другой. И конфеточку даже на викинга с маке мы забираем сюда в карманчик. Сюда в карманчик эту конфетку. Супер, супер. Вот это я удачно зашёл. Очень удачно. Так, где-то у нас сейчас ещё один золотой будет ящичек. И где он у нас падает? Ага, падает он у нас сзади. Ну давайте мы уже голдоловом станем. Может быть на викинга с маке. Может уже и на вика с маке я начну голды ловить, отжимать. Нет, ну тут на меня уже, к сожалению, залазят. Так, ну и овердрайв у меня появляется. Появляется у меня оверка. Постараемся сейчас овердрайв как-нибудь здесь в центре прожать. Но с такой скоростью снаряда у меня по сути на викинге должен каждый выстрел залетать чётко в цель. Чётко в цель. Вот прям идеально. Проверяем. Смотрим. Титан купол не успел прожать. Да, 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 да. Вот она, вот она, вот она та самая вкуснейшая смоки. Вкуснейшая смоки. Вот это да. Вот это то, что я давным-давно, ребяточки, ждал. Когда ты можешь накидывать каждый выстрел и он будет залетать чётко в цель. А не только с одним устройством, которое называется штурмовые снаряды. У тебя каждый выстрел смоки летел прямо в цель. Так, ну и... Стараемся... Стараемся здесь поднять как можно больше. Там я в чате заметил, что у нас этот... Лоловский там что ли? Лоловский против. Пишет. Алло. Какое алло? Даже не здоровается. Просто алло пишет. Я его что ли рубанул или что? Не знаю, что там произошло. Давайте его зареспим. Зареспим этого Лоловского. Зареспим этого бойца. Так, где-то у нас падают денежки. Прожимаем просто такую гранаточку на ход ноги вперёд. Так, ну и у нас уже 9 килов. По очкам, в принципе, наверное, выглядит неплохо. Если бы ещё бы урончик немножечко этой смоке поднять. Ой, была бы вообще бы просто темочка. Была бы очень вкусная темка. Если бы ещё бы урон у неё был бы побольше. Это было бы очень и очень хорошо. Так, пробуем накидывать сейчас по здесь бойцам. Не, ну скорость снаряда вот эта очень сильно прибавила сейчас возможностей. Возможностей добавила 100%. И это меня не может не радовать. Я, честно, давным-давно ждал, чтобы у нас смока стало в хорошем балансе. Надо ещё будет твинца затестить. Ну и вы вообще в комментариях пишите, какие вы пушки хотели бы увидеть и корпуса первыми на обзор. Потому что там у нас довольно много чего поменялось в балансе. Хоть и не, казалось бы, не очень сильно, да, поменялось в балансе. Но это всё будет ощутимо. Твинца, я думаю, что там тоже будет ощутимый. Но смока точно ощущается. Вот эти вот 100 метров скорости снаряда прям очень хорошо плюсуются в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Так, Лалыч вообще играет на защитники. Чел до сих пор играет на защитники в матчмейкинге. Но это, конечно, очень сильная тема. Вопросов, конечно же, у меня нету. Так, ну и вот видите, смока даже стоит на одной пассивной позиции. И постоянно наносит хорошее количество урона по мне, да. Но мы так же само можем, например, вот здесь встать по-вкусненькому. Просто становимся в позиционочку. Главное жить, да. То есть, если мы долго живём, мы много очков зарабатываем. Здесь именно такой принцип работает с Гиперионом. Чем дольше живёшь, тем больше зарабатываешь. 16 киллов у нас уже имеется. Здесь пару выстрелов смоки промазали. 98% овердрайва у меня уже. Да, то есть ещё бы урончик бы повкуснее. Ну, с Крисом, наверное, было бы вообще жёстко по урону. Но тогда бы я, наверное, не жил бы так долго. Да, с Крисом жить было бы потяжелее. Так, смотрим, где у нас противников побольше выкатывает здесь под точку. Так, Хантера Фриз в меня врывает. Ничего себе по-жёсткому едет. Боец. Ну, у меня тут уже миночки стоят. Я уже тут немножечко пристроился к этой позиционочке. Вкусненькой. Так, ну и ждём золотой, который будет где-нибудь рядом со мной, чтобы я мог овердрайв нажать на всех бойцов. И чтобы неплохая у нас ещё овердрайвена со смокой залетела. Вкусненькая. Так, два голдика у нас. Ещё бы знать, где эти голды. Ага, вот один был сзади меня, оказывается. А второй? А второй тоже вижу, где падает. Второй падает вот здесь. Вот. Второй. Конфетка падает. Вкусненькая конфеточка. И никто её не видит. Никто не видит вкусную конфеточку. Никто даже на неё реакцию... Ой-ё-ёй. Нет, нет, нет! Нет. Офигеть. Просто чел на залаге. Просто чел на залаге забирает у меня конфету. Ну, это просто тильт. Это, конечно, фулл тилтовая. Ну, ладно. Зато есть бойцы, которые передо мной. И под которых мы сразу же вкусный ОУДи прожимаем. Офигеть. Здесь меня ещё и пульсарчик сразу нагнул. Но двоих я успел набрить по-быстренькому. 20 на 10. Наш счёт. 4 минуты до конца. Но не сказать, что это супер-великолепный результат. Но такая смока уже смотрится реально круто. Реально круто. Реально интересно. И я даже в моменте могу там сказать, что это уже такая своего рода имбушечка. Да, то есть относительно той смоки, которая у нас была ещё неделю назад. Месяц, там, два назад. Да, вот всё это время, пока у нас её не обновляли. То была смока, ну, такая себе. Ну, чисто средний балансик. А вот с такой смокой, с такой скоростью снаряда. Если противника нет резиста, то с ней уже реально можно играть. И комфортно играть. Комфортно. Максимально комфортно играть. 23 килла у нас имеется. Голды начинают насыпать ещё дальше. Насыпалого этих золотых ящиков у нас происходит. Так. Голдосик ещё тут падает. Так. Пробуем вот такую вот темочку. Ой, конфетка ещё одна падает. Боже, эти конфеты просто насыпают. Насыпают. Одна за другой конфеты. Давай, 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 давай. Борьбу, 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 борьбу. Борьбу, борьбу. Борьбу. Офигеть, меня сливают. Ну, Лалыч, забери. Фу, хоть Лалыч забрал. Хоть Лалыч забрал. Меня тут слили. Ну, ладно. Очень много конфет, если честно, падает. И даже на викинга с маке мог забрать за эту катку целых 3 конфеточки вкусненьких. Ну, ладно. Благо тут есть хоть бойцы, которые тоже могут подзабрать баблицо. Так, 2,5 минуты. Ну, постараемся давайте до 70 хотя бы, ой, до 700 очков добраться. У нас ещё как минимум один овердрайв будет. Один овердрайв будет. И этот овердрайв нужно постараться нам тоже реализовать. Так, пробуем. Пробуем накидалову какую-то сделать. Голд падает у нас опять на центре. Опять у нас здесь выпадает золотой ящичек. Так, а гранатки где мои? Гранатки под накидалову тоже было бы очень неплохо дать. Так, 2 бойца уже упарываются в меня. Ба, мне очень нравится то, что вот именно пульсаром можно всегда вот эти статус эффектики вкусно наносить. И с хорошей скоростью снаряда у тебя, грубо говоря, когда каждый выстрел залетает прям в цель противника, это работает очень круто. Это прям очень круто работает. Этот момент мне прям нравится. Так, только вот лаги сервера. Не очень вкусная темка. Не очень вкусная темочка. Так, сливаем одного. Оглушение тут у нас срабатывает какое-то. Какое-то оглушение. Так, пробуем туда еще накинуть гранатку вкусненькую. Ну и меня здесь забирают. 91% овердрайва. Одна минутка до конца. Ну что, давайте попробуем реализацию сейчас оудика сделать. На центре у нас голд. Хорошо. Идеально. Голд у нас на центре. Это та точка, которая мне нужна, чтобы как раз таки прожимал его оформить. Ой-ой-ой-ой. Нет, под викингом очень вкусно. Под новым викингом очень вкусно. Ну, вернее, не под новым викингом, а под новой смокой с викингом. Так будет, наверное, правильней. Очень круто работает. Прям очень круто. И вот я не зря взял викинга на проверку скорости снарядов, потому что скорость снарядов лучше всего проверяется с овердрайвом викинга. Не с чем-то другим. Ой, еще конфетка падает. Здесь бойцы уже забирают. А именно с овердрайвом викинга можно четко видеть, хватает ли вот этой вот скорости снарядов или не хватает. И здесь я могу целиком и полностью сказать, что с такой скоростью эта пушка становится совсем в другом балансе и совсем с другим интересом теперь на ней можно будет играть. И это меня очень сильно радует. Пишите, что вы думаете по поводу данной викинга с маке и с маке в целом. Какую пушку вы бы хотели увидеть следующую на обзор, потому что у нас здесь и твинс поменялся в балансе, и вулкан, и страйкер, и скорпион, и гаусс. То есть здесь можно реально много всяких пушек потестировать, посмотреть. А нет, скорпион у нас считай не поменялся. Гаусс поменялся. Гаусс тоже скорость снарядов стала больше. Можно будет потестить. Твинс тоже можно будет вкусненько потестить. Да, здесь и сплэшик там как поменялся. Надо будет тоже посмотреть. Ну и что касаемо ховертанков, то тут нерв конечно очевиден. И кстати, насчет пульсара. Пульсар типа, типа, как мне сказали, занерфили. Но исходя из того, что я увидел, и исходя из того, насколько большое количество критов я увидел, я могу сказать, что наоборот, эта смока с пульсаром выглядела очень и очень достойно. Поэтому пишите все, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.